Приветствую вас и, как мне показалось из вашего сообщения, у вас есть две основные, на мой взгляд, проблемы. Первая проблема – это проблема установок. То есть вы говорите в конце своего сообщения о том, что никогда не позволяли себе обращаться так с людьми. Подразумевая то, что подобное поведение, которое у вас имеется в распоряжении сейчас со стороны этих парней, является для вас совершенно неприемлемым именно в позиции вашей. И вы, относящаясь к людям определенным образом, почему-то считаете, что эти люди должны также относиться к вам. Вот это вот ваша основная, на мой взгляд, ошибка, которую вы запускаете. Дело в том, что вы, сами по себе вы, праве относиться к людям так, как вы считаете нужным. Не думаю, что кто-то вам что-то на этом скажет. И кто-то вам не думаю, что на это что подскажет. Вопрос по выводу. К людям относитесь как-то недостаточно хорошо, или плохо, или что-то еще. Вот. Но существует несколько другая, на мой взгляд, проблема, которую вы, опять же, на мой взгляд, несколько, как бы видите. Вы почему-то считаете, что люди, которые с вами, ну вот, с вами взаимодействуют, с вами общаются, а почему-то вы считаете, что эти люди должны относиться к вам так же. И вот, если честно, причина, по которой вы считаете, что люди должны относиться к вам так же, как и вы относитесь к ним, вот эта причина для меня есть, честно говоря, не совсем ясна. Ведь дело в том, что у каждого человека есть своя система ценностей. Ведь дело в том, что каждый человек воспринимает ситуацию по-своему. И даже дело не в том, что он дурак. Так, что такое дурак? Ну, что значит, что значит ваша, ваша вот вот сразу, что я понимаю, что он дурак и так далее. Вы пытаетесь, по сути дела, принизить человека. То есть вы, иными словами, занимаетесь принижением. А принижение – это, опять же, защитный механизм. Защитный механизм, который призван для чего? Призван с какой целью? Защитный механизм призван купировать, значит, негативные последствия того, что с вами происходит. Защитный механизм искажает представление о реальности. И ваш защитный механизм, когда вы называете человека дураком, именно это и делает. Он искажает, к сожалению, реальность. Дело в том, что эти парни не дураки. Они даже вам не знакомы, вы не знаете этих людей, вы не знаете, какие эти люди, что эти люди из себя представляют. Но в этой ситуации они повели себя агрессивно, и вы не понимаете, почему они себя так повели. А повели они себя так, не потому что они дураки, не потому что они плохие, а потому что они испугались того, что могут вас врезать. То есть, по сути дела, это не что иное, как никто, иной, как субъект определенной ситуации, в которой он оказался. Это не парни, это даже не люди, и даже не водители. Это именно субъекты. Это именно субъекты ситуации, в которой вы оказались. И все. Понимаете? И все. Больше в этом нет ничего. Субъект ситуации, в которой вы оказались, повел себя именно как субъект. И в данном случае подобное поведение совершенно нормальное, и вы бы, скорее всего, отреагировали бы точно так же. Если бы на дорогу начало бы выезжать машины, и тут внезапно появились вы. Да, может быть, вы отреагировали по-другому, менее агрессивно, но это уже от каждого человека зависит. То есть, основная ваша проблема заключается в том, что вы по какой-то причине сделаете того, что к вам будет относиться так же, как относитесь к людям вы. Вот эта вот смысловая установка обнуждается в коррекции. То есть, если вы относитесь к людям определенным образом, то, в первую очередь, вы делаете это не для них, а для себя. То есть, вы для себя относитесь к людям определенным образом. Не для них. Вторая проблема, на мой взгляд, которую я хотел бы так же вам, значит, донести. Вторая проблема, на мой взгляд, касается того, что вы не уверены в себе. Вот это вот ваша чувствительность, о которой вы говорите. Эти ваши слезы, это ваше такое, знаете, я бы сказал, раскальзывающее между строк недоверие к городу, в котором вы вынуждены находиться из-за ребенка. Вот это все, как бы намекает, намекает на то, что вы не совсем в себе уверены. Вы не совсем, как бы, ну, как бы знаете себя, не совсем правильно себя позиционируете и не имеете представления достаточно полно о своих достоинствах, о своих, значит, о своих ценностях, о своих минусах и так далее, и так далее, и так далее. То есть ситуация здесь заключается именно в том, что вы в себе сомневаетесь. И я хотел бы, чтобы вы над собой, над собой именно в этом контексте постарались бы поработать. Как, как поработать, опять же, задаем себе вопрос. Как вы можете поработать над собой в данном контексте? Во-первых, подумайте, в чем вы не уверены в себе? В чем и почему вы не уверены в себе? В чем проявляется ваша неуверенность в себе? В чем вы сомневаетесь в себе? Это очень важный момент для того, чтобы вы хорошо и правильно понимали то, что с вами происходит. В чем именно и конкретно вы не уверены в себе? Я хотел бы, чтобы вы на этот вопрос постарались себе ответить. И когда вы поймете, в чем вы не уверены в себе, когда вы увидите, в чем конкретно вы в себе сомневаетесь, вы сможете с этим что-то делать. Вы сможете поставить себе задачи и цели, которые помогли бы вам свою неуверенность в себе как раз таки купировать. Именно так, купить, купировать. Не исключить полностью, потому что исключить полностью неуверенность в себе нельзя. Это ваши качества и, как бы, эти качества составляют вашу индивидуальность. Индивидуальность терять нельзя. Но чтобы вы не реагировали подобным болезненным образом на ситуацию, так, особенно на дороге, где существует элемент непредсказуемости, существует элемент неопределенности, существует элемент спонтанности и так далее, где действительно иногда требуется достаточно сильная реакция, достаточно быстрая реакция, которая есть, безусловно, далеко не у каждого, далеко не у всех. Чтобы вы в этой ситуации менее остро реагировали на подобные негативные моменты. И для этого вам нужно в первую очередь выявить свои моменты, в которых вы не уверены в себе, а во вторую очередь понять, что с ними делать, для начала принять себя такой, какая вы есть полностью. Вы себя полностью не принимаете, несмотря на то, что изо всех сил пытаетесь принизить людей, которые вас оскорбили. Также, хотелось бы отдельно вам сказать следующее. У вашей неуверенности в себе есть источники, то есть есть причины, есть корни. И вот с корнями неуверенности тоже нужно работать, потому что это комплекс. Когда-то, возможно, вы пережили подобное чувство беспомощности, подобное чувство осуждения. Это было в первый раз, и оно было довольно-таки неприятно, негативно, оно было в буквальном смысле ломающим вас. То есть, по сути, эти обстоятельства вас пытались сломать. И это был большой стресс тогда, в тот момент. И вот с тех пор, с тех пор, у вас и возникала такая реакция на подобную ситуацию. То есть, нужно понять, откуда эта реакция возникла в первый раз, как вы ее пережили и почему, и помочь вам и заново ее пережить, но уже немножечко по-другому под контролем специалиста, под его надзором, под его направлением, под его перестировками для того, чтобы извлечь правильные выводы из того, что произошло. Также я бы хотел затронуть социальный аспект вашего отношения с людьми, как вы их понимаете, как вы позиционируете себя в качестве члена общества, и как вы понимаете, социальное взаимодействие между людьми вообще. И надо сказать, что в этом контексте, опять же, речь идет в первую очередь об уверенности в себе. То есть, это такой вот немножко продвинутый пласт работы, который пока, на мой взгляд, вам не совсем и нужен. Два, займитесь вот этими моментами, то есть пересмотр своей установки смысловой в отношении как раз-таки того, как вы относитесь к людям и для чего вы относитесь к людям именно так, это первое. И второе, это вот работа над уверенностью в себе, это совершенно определенно. То есть, вас задело то, что... вас задело то, в чем вас уличили, вас задело то, что вас выявили. Осталось понять теперь, почему вас так сильно это задело. Чем связано подобное и так далее. Вот. В любом случае, это работа именно с вас. Это не работа с этими людьми, это не работа с вашими водительскими способностями. Это не работа над тем, чтобы совсем и полностью перестать выезжать в город. Хотя бы потому, что ребенку это нужно. Это именно работа с вами с вашей уверенностью в себе. И именно об этом нужно с вами разговаривать. Ну или вы сами можете, в принципе, составить себе табличку, в которой вы написали вот те моменты, о которых я говорил. То есть, нужно первое, первое, осознавать свои положительные и отрицательные качества. Второе, разделять отрицательные качества на ситуационные, те, которые являются положительными в определенных моментах и отрицательными в определенных моментах. Эти качества вам нужно принять в себе и любить себя, потому что эти качества у вас есть, потому что они делают вас индивидуальным и уникальным. Но при этом стараться отрицательные проявления все-таки немножечко как-то снижать. И другой тип качества от негативных, это негативные качества, которые являются всегда в любом случае отрицательными. Вот эти качества, опять же, нельзя добавлять, потому что правые, это ваша индивидуальность, но их нужно снижать. И если любить эти качества вам, может быть, не стоит, то принимать в себе и понимать, что вы вот такой человек со слабостями, и именно слабости делают вас человеком, а не кем-то другим, и именно слабости делают вас в большей степени женщиной. Вот. Понимание этого всего вам поможет. То есть вы можете, в принципе, сделать это самостоятельно и при вас есть уже ладно. Но под руководством психолога, конечно, это будет быстрее. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!